Друзья, добрый день. С вами снова Мария Карпинская. Вот несколько дней прошло, я снова выхожу в эфир, чтобы поговорить на важные человеческие темы, не уходя далеко от планеты Земля, не говоря там о каких-то полетах во сне и наяву. Это тоже, конечно, существует, но мы будем, давайте, ближе к Земле. Она трансформируется, и мы вместе с ней. И сегодняшняя тема, она немножко такая, ну, надо относиться ко всему философски, о том, вот человек умер, вот трупы людей, как предпочтительнее хоронить, в землю или сжигать. Вот разные религии по-разному трактуют, как правильно поступать. Христианская религия, да и сказки русские народные, христианская религия говорит о том, что человека нужно хоронить в землю, в гробу, извиняйте, в белых тапочках, шутка, конечно, и зарывать, сделать могилку, крестик. Люди приходят, праздники поклоняются, могут побеседовать со своими ушедшими родственниками, близкими, любимыми людьми. Вот, и на самом деле, ну, так говорит христианство, так поступают христиане, там еще много есть разных, там мусульмане также поступают. Вот, и очень многие хоронят в землю. Ну, что это значит, похоронить в землю? Вы знаете, дело в том, что у человека есть, ну, вы знаете, все сознания, подсознания, и когда в каждой клеточке нашего тела находится и то, и другое, и когда человека хоронят в землю, там его, вы знаете, поедают черви, он разлагается, и когда он там лежит, ну, так вот я уж знаю, он чувствует все то, что с ним происходит. Он переживает вот этот вот свой ад. Любой человек, кроме тех мощей святых, которые не разлагаются, и которые сохраняются там веками, но таких единиц, и остальные люди все, извините, разлагаются. И вот они терпят до той поры, пока все разложится, косточки и череп, это все очень-очень много лет. И почему христиане хоронят именно в землю? Потому что и мертвые воскреснут, как бы они лежат в земле, но то ли их матрица там остается, то ли память, и что в час суда страшного... Ой, господи. В час страшного суда... И у меня прямо там что-то раз и стало так шуметь. Они воскреснут, будет идти суд, и будут судить каждого, куда, кого, чего, кого в ад, кого в рай. Ну, я вам цитирую, просто упрощая, да, Библию. Вот так там происходит. Если взять русские народные сказки, я все время вспоминаю, какие-то сказки, названия не помню. Но там есть, как бы, вот похоронили кого-то, там брат приходит на могилку сестры, она там стонет в могилке, и говорит, посади на моей могилке деревца, чтобы я могла выйти вот оттуда. Значит, похоже, и он садит деревце, и вот она в деревце превращается. Похоже на то, что те, кого хоронят под землю, каким-то образом долго мучаются. И вот лучше на их, да, там могилках сажать какие-то кустики деревца, чтобы вот был какой-то хотя бы выход. И получается такой логический вывод, что все люди, которые хоронят в эту землю, из праха пришли, в прах превращаются, да, они все, они все привязаны к земле. И они потом воплощаются здесь же, на земле снова. Может, сначала деревцем, но воплощаются, потому что вот когда я ездила под Смоленск, вахта памяти, да, и там беседовала с ребятами, которые вырывали мертвых воинов, погибших воинов в войну, остатки их, да, то они как раз говорили, что они вырывают самих себя. То есть они помнили, что они были этими воинами, они здесь погибли, они приехали под Смоленск из разных мест, чтобы самих себя найти. Найти то, что там осталось. То есть получается очень любопытная вещь. В сказочке, да и вот реальность уже вот совсем недавняя, говорит нам о том, что всех, кого хоронят в землю, часть сознания и подсознание остается с этим человеком. И все мы зацеплены как-то за тело, наверное, и за память какую-то. Редко есть, я же говорю, святые, которые молятся там с утра до ночи, они уже к земле не привязаны. И, по всей видимости, когда они умирают, их дело даже становится нетленным. И они уходят там куда-то в райские просторы. А остальные происходит такое, что они там в этой могиле доупокоятся землей. Кто-то может в покое, а кто-то и не в покое. Но мне тут говорили, что... Ну, просто как бы рассуждали мы тут. И в рассуждениях мы поняли, что когда человека хоронят, он как бы мертвый, но частично он еще ощущает что-то. И когда его начинают кушать черви, он все это ощущает. Когда хоронят, вот в Индии нельзя убивать коров, если даже они перестали быть молочными, не дают молоко, они гуляют по городам и весям, находят себе пищу, сами живут. И когда они умирают, то их хоронят вот в землю, как у нас людей. Почему? Потому что все животные, птички, они как бы принадлежат этой земле, и они снова на эту землю возвращаются. Но вот это мое мнение, а вы уж как там сами можете рассуждать, как хотите, это только мое мнение. Я не хочу быть похороненной в землю, и чтобы снова родиться на земле. То есть это как бы отсутствие выбора. Потому что существует огромная вселенная, много планет, много там галактик. И вот я бы хотела, допустим, улететь от земли, там на плеяды слетать еще куда-то, потому что я помню, что я вот была там на плеядах, еще в 6 лет я вспомнила, когда я была маленькой девочкой, то отец, мы гуляли с отцом, смотрели на небо ночью, и я не знала, тогда это стажеры, по-моему, назвались, и я показала на эту кучку такую звезд, это маленькая такая, и сказала, что вот я там была, я пришла оттуда. Ну, возможно, я пришла с плеяд. До этого, может, еще где-то была. Но я не хотела бы быть привязанной к земле. Поэтому второй способ, который, так скажем, проповедует или предлагает страна Индия, про которую меньше всего почему-то говорили, и меньше всего учение это разошлось, по миру христианства, оно по всему миру разошлось. Библия переведена, по-моему, на 400 чем-то языков, а вот индийские ведические знания, индийские пураны, они какое-то время просто не были достоянием даже мира. То есть мало кто об этом знал. А я вообще люблю все то, что мало кто знает. Потому что там, где не ходят жены тропы, значит, там для меня вот то, что надо, куда мне надо идти. Вот поэтому я попала в Индию волей и судеб, да? Поэтому я изучила все веды, и могу сказать, а с Бога ведаю. Я изучила пураны, я изучила все учения, и я знаю теперь, и я побывала в Варанасе, город, где крематорий, где везут со всей Индии умерших людей, трупы их там везут, и там их сжигают, и над гангой распыляют. Теперь смотрите, разница в захоронениях. У нас, когда хоронят землю, все люди плачут, переживают, плачут, там одевают темные одежды, и так далее. В Индии все наоборот. Когда несут или везут на чем-то там упокоенного человека, тот, который умер, по дороге сыпят цветы, и люди танцуют. Танцуют, они радуются, что он получил освобождение от планеты Земля, и, возможно, выйдет из круга сансары, так называемого. Что такое круг сансары? Это вот когда вращается и опять возвращается к той же точке, откуда пришел, где похоронили, туда и пришел. Получается для меня, для меня, мое мнение, что те, кто захоронены в землю, они не могут родиться где-то на другой планете. Они вернутся снова в это место, где их похоронили. Поэтому я вот изучала очень много современного, с людьми разговаривая, не учению, а практику жизни. И я поняла, что очень многие немцы, которые погибли здесь, на территории России, они здесь и воплотились. По крайней мере, с двумя товарищами, а то и больше, я разговаривала. Я не буду называть их фамилии. Один из них написал книги, второй психолог, один был Гитлер Югинг, а второй психолог с компьютером, он вообще был в концлагере, в смысле, там проводил опыты над пленными. И они сейчас воплотились здесь. Они мне рассказали, как они погибли. Они рядом со мной, у них как бы память скрылась. Я просто смотрела на них и спросила, что вы делали в 1939 году в Германии. И тут у них что-то произошло. И они мне рассказали, что они на танке двигались, уже были под Москвой. И они очень хотели стоять на Красной площади. Ну и там как бы вот для них это была вот победа, победа. И под Москвой, где-то там совсем близко от Москвы, они высунулись что ли из танка, один из них точно. И какой-то русский солдат, как мне эти ребята говорили, мужчины, с какой-то винтовкой, а у них автоматы были, а у русского нашего была винтовка. И он из винтовки застрелил этого человека. Второй также погиб как-то там. В общем, когда они сами рассказали, испугались, потом они со мной вообще перестали встречаться. Ну, рядом со мной такая способность есть, когда люди близко, у них почему-то они начинают вспоминать свои прошлые жизни, они существуют. Хотя в христианстве считается, что жизнь дается только один раз. Возможно, так и есть. Если вас захоранивают в землю, хотя нет же, вот эти же вахты памяти, они же вспомнили, что они воплотились. Ну, в общем, христианство считает, что одна жизнь дается, и дальше они как бы ждут страшного суда. Ну, вот уже две тысячи лет ждут, и никак, да, суда пока нет. А может, он и есть, но мы этого не можем сказать, мы не знаем. В Индии совершенно все по-другому, как я говорила, радуются. Почему? И вот этот вот труп человека везут, скажем, в Аранаси. Его несут, когда, то там даже повторяют такую мантру, которая означает, что родись следующей жизни в лучшей касте, в более высокой касте. И вот потом я прямо была на этих, где сжигают, разговаривала, и вот я какую тайну узнала. Ну, во-первых, почему сжигают, еще потом и череп разбивают. Потому что, когда тело сжигают, наверное, тоже, или у нас, топках, человек испытывает боль, но она такая кратковременная и другая. И потом разбивают череп и тоже сжигают, чтобы ничего не осталось, и пепел развеивают над Гангой. Ганга считается небесной рекой, она же с небес идет, мама Ганга. И поэтому человек, которого сожгли и над Гангой развеяли, его душа, энергия души освобождается, и он может лететь от земли на любые планеты. То есть, у него есть выбор. Он может путешествовать по вселенной и по галактикам. А у человека, который захоронен в землю, это тоже мои выводы, вы можете их оспорить, ради Бога. У него такого выбора нет. Там, где его похоронили, поэтому Мигретам и предлагал родовые поместья и могилы там делать, чтобы снова все возрождать там же. То есть, человек, где его похоронили, там он, скорее всего, и возродится. Возможно, часть его души выйдет через деревья, которые посадят на могилки, а потом и сама душа. Но вывод напрашивается сам собой. То есть, здесь как бы есть выбор, но каждый выбирает, предпочтение отдает тому, что ему ближе. Если, допустим, человеку ближе, чтобы освободиться от земли, вот, когда тело сгорает, сгорает память, сгорает сознание, сгорает все, человек как бы очищается, душа его очищается, она свободна, и она улетает там куда-то в другие миры и там путешествует. А потом, когда ему там вздумается или когда Бог ему скажет там, я уже не знаю, вот это я не знаю, он может снова воплотиться на земле. Ну, в Индии касты, поэтому он может воплотиться в более высокой касте. У него будет более легкая, интересная жизнь. Все зависит от того, что он там наработает, когда он будет там где-то на других планетах жить, потому что жизнь есть на многих планетах. Для тех же людей, которых похоронены в земле, для которых жизнь всего одна, как утверждает христианство, для них это закрыто, и перерождение для них закрыто. У них как бы может и нету этого даже, или перекрыто. Я уже не знаю, здесь очень сложно сказать это вы сами размышляете, думаете, может вы что-то больше разберетесь, больше поймете. Но это мои выводы, и поэтому я, допустим, точно знаю, что когда я буду уходить, и моя душа будет покидать тело, я попрошу тех, кто останется, прямо даже напишу завещание такое, мое тело сжечь. Но я хотела бы вообще, как бы, чтобы это было сожжено в Индии над Гангой, но, наверное, так и случится в будущем. чтобы я могла свободно вспомнить все и вернуться на те планеты, на которых я уже была. А то, что я была на других планетах, это совершенно точно. Теперь я обращаюсь к вам. Вот я рассказала как бы историю, или мое мнение, или мои какие-то умозаключения, выводы от того, что вот хоронят здесь вот руссконародные сказки, говорят, что там стонет девушка, сестричка, братика призывает, помоги освободиться. Ну, извините, но сказки-то не врут. И вот индийская, да, философия, она как бы еще предпочитает, возможно, там более низкие касты, их и не... Нет, по-моему, там всех сжигают, там нет кладбища. Так вот, вопрос, конечно, интересный. Вот я выбираю, чтобы меня сожгли. И если это даже случится здесь, это в печи такой, да, и там тоже в Аранасе есть печи, а есть просто на костре сжигают, то лучше, конечно, чтобы это... Пусть эти будут мучения, например, освобождения, но они будут кратковременными, чем мучиться очень долго там под землей. А я совершенно вот как-то, я не знаю, откуда интуитивно знаю, что люди там, в общем, страдают в этих могилах. Не зря же Гоголь там перевернулся в гробу, говорят, переворачиваются. Даже о чем это говорит вообще? Мы еще ничего о человеке не знаем. Если считается зафиксирована смерть, то это не значит, что клетки его тела вот так сразу умерли. Если бы они сразу умерли, их бы никакие черви не ели. Но если это пища, значит, это съедобная, значит, это живое. Но это мое умозаключение. Вы сами делаете свое. Так вот, что же вы предпочитаете, когда вы будете уходить из этой жизни? Снова мучиться и потом переродиться на этой планете, в этом месте, где вас похоронили? или все-таки освободиться и попутешествовать? Я странница миров по своей натуре. Я даже по планете Земля, вон сколько странствую, до сих пор не могу остановиться. Есть люди, которые живут на одном месте. То, что там проповедуют Мегре, что родовое поместье, там и могила, и все, и вот это вот. Это прямо вот никуда, только в одном этом месте. Я являюсь странницей миров. И поэтому я не могу там быть в одном месте и рождаться снова, повторять все то же самое. Хотя, пока говорят, повторение мать учения, но и все эти переживать страдания тоже как бы уж хватит, да? Вот как вы, а как вы к этому относитесь? И вот скажите мне такой вопрос. Как вы думаете, почему по всему миру распространилось, я не беру там какие-то племена, и все такое. Учение христианское о том, что надо хоронить землю, делать могилки, там и все такое. Ходить на эти могилки, вспоминать. Почему в маленькой Индии, ну, относительно маленькой, два миллиарда человек, ничего себе маленькая, почему там совершенно другая точка зрения, мировоззрения, почему здесь плачут, а там радуются? Что это? Просто задайте себе вопрос, почему так? И кто прав? Все вот эти, почти весь земной шар, или Индия? Кто прав? Или оба правы? И так, и так. Или так положено, что те, кто приняли христианство, и родились в христианской стране, вот должны быть похоронены в землю. А в Индии всех сжигают. Это вопрос вопросов. Почему? Вот вы знаете, пробуждение людей, всех, начинается ведь с того, когда человек задает себе вопрос, почему? Вот почему так? Почему мы не знали о том, что в Индии вот так происходит, все сжигают? И я узнала это. А потом я узнала, кстати, что некоторые фараонов, которые сжигали, там даже специального человека назначали, который разбивал череп. Вот когда, а потом его убивали, конечно. Ну, потому что это Египет. Так вот, я когда у индусских этих сжигателей, трупов спросила, почему вы разбиваете череп, они мне как раз и сказали, что чтобы никакое сознание человека не беспокоило и не притягивало его магнитом снова к земле, чтобы он имел свободу выбора. И я задаю вам вопрос. Все говорят, что Бог дал человеку самое главное это свободу выбора. Но сейчас многие начинают утверждать, что нет тут никакого выбора и что вся система настроена так, что все это фикция. Ну, хорошо, если при жизни здесь нет свободы выбора и человек попадает в это колесо, как белочка в нем вертится, то хотя бы после смерти должен же у него быть выбор. или там тоже вот так вот, да. Вот подумайте об этом все. Я очень хотела, чтобы вы подумали и поразмышляли на эту тему так же, как я думала. Но я свой вывод сделала, я свой выбор сделала. Я хочу быть сожженной, лучше в Индии. Вот. И развеянной над речкой Ганга. А как вы хотите? Ну, многие говорят о том, что в Библии написано, не все умрем, но изменимся. Две тысячи лет говорят. Ну, пока, пока никто не изменился, пока умирают все. И сейчас тоже начинают утверждать, что да, все равно умрем. Некоторые говорят, вот, там учения разные, трансформации все идут. Вот. К этому даже, к вознесению. Ну, тут у меня вопрос очень такой опасный. А куда возносимся, ребята? Кого возносят и куда? Опять кот в мешке. Я никогда не любила котов в мешке. Вот. Я всегда любила открытое, свободное знание, которое четко и ясно разъясняет, что, где и к чему. Вот. В Индии я получила четкое знание того, что действительно ни капли ни сознания, ни подсознания в пепле не остается. И Шива не зря мазал и тут креплым, и тут себя, потому что он сидел на берегу Ганги и показывал людям, что вот на самом деле ваше тело, ваше сознание, все, что вы здесь на земле наработали, превращается в пепел. Но это в Индии. Это же с Богом богов Шивы. А вот в христианстве по-другому. Совсем по-другому. И там, конечно, Иисус, как вы знаете, распятый на кресте, возносится в небо. Он исчезает. Но почему-то в Индии, на севере Индии, находится его могила. То есть из 12 лет считают, ну, есть такое, поищите и найдете, кто ищет, тот всегда найдет. Я прошла по всем следам Иисуса, Исы, от самого юга до Бутана, до Непала, где был Иса в 12 лет. Его забрали, вот те самые волхвы. Задайте себе вопрос, кто такие волхвы. Вот в России, в Руси, на Руси были волхвы. И в Индии волхвы. Кто такие волхвы? Пришли, пришли, дали смирну золото матери. Что они там ей сказали? Ну, они сказали, вот тебе расти сына, это же дорого, смирно, золото, это вообще, это вообще дали богатство. На, живи, расти сыночка, а когда там ему столько-то стукнет, например, мы придем его и заберем. Что, собственно, и случилось. Но это в Библии не описано, это опущено. И так с 12 до 30, или может больше, я не знаю, лет, он путешествовал по Индии. В Индии есть все записи об Исе, там его хорошо знают. Вот. И вернулся по Вознесению своему, он каким-то невероятным образом снова вернулся в Индию. И там был похоронен. Кто не верит мне, поищите в интернете. Сегодня все это можно найти. Его могилу, наверное, скоро вскроют. Пока не разрешают, потому что это на самом севере Индии, в Кашмире. Там его могила, там воюют, там вот так же, как Кайлаш, очень сложно пройти, так и трудно добраться до могилы Христа. Не смеете вы плакать на моих могилах. Вот. Так что, то, что говорил Иисус, мы точно не можем знать. Но он, допустим, может, и не говорил, что надо хоронить землю там. Но в то время в Израиле тоже хоронили землю. Не знаю, ребята. Давайте думать вместе. Но если мы будем на эту тему спокойно размышлять, то мы очень многое откроем и сделаем свой хотя бы выбор перед смертью. Позвольте мне, после смерти, чтобы мое отцы тело вот сожгли и превратили в пепло. И пусть Шива этим пеплом поможет себе лоб, руки. Я буду рада. Все, друзья мои. Всего вам доброго. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok